Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. У нас сегодня будет распаковка Meizu M5s. Но нет, распаковки не будет, потому что моя распаковка вместе с моей microSD сгорела и все. То есть не будет распаковки, конечно, печалька, я сам расстроился и решил снять для вас только первое впечатление. Ну что, поехали! Данный смартфон я покупал за 137 долларов и у меня старшая модификация, то есть 3 гигабайт оперативной памяти и 32 встроенной. Также продавец положил силиконовый чехол, хорошо, и закаленное стекло на Meizu M5s. То есть все классно, но комплектация от Meizu, как всегда, у нас банальная и, по сути, microUSB и быстрая зарядка и скрепка, и больше нет ничего. Данный смартфон я купил за 137 долларов, как по мне, стоимость очень хорошая, ссылка будет в описании. Итак, начнем, друзья. Мне понравилась сборка, она здесь просто шикарная, хотя у нас здесь пластиковые вставки сверху и снизу, но ничего не хрустит и не люфтит, и это очень даже хорошо, то есть по сборке претензий у меня нет. Также хотелось бы отметить, что у нас здесь хороший дисплей, хотя и HD разрешение, но все-таки картинка приятная, сочная. Также понравилась минимальная и максимальная яркость. Ну, друзья, зацените, ничего вообще не видно. Это минимальная, хорошая, адекватная яркость. Максимальная, также на высоте, то есть, как видите, все очень ярко, претензий нет, углы обзора максимальные. Такой, знаете, экран хороший, насыщенный, но немножко не хватает детализации. Но я понимаю, это 5,2 дюйма и всего-навсего HD, но все-таки в глаза ничего не бросается, картинка приятная и хорошая. Ну, а друзья, дисплей, конечно, классный, претензий нет, но вот основной динамик, мне он не понравился. Может быть, это первое впечатление, но он тихий, он тихий и он такой не совсем уж и качественный. То есть, пока что мне данный динамик не нравится, может быть, это проблема в прошивке, потому что, друзья, у меня здесь китайская версия. Международной пока что нет, китайцы накатили что-то непонятно что, но у нас Play Market есть, русский язык есть, но это A-версия, то есть, обновлений нет, китайцы все вырезали, но ничего не виснет, не глючит, пока что претензий нет. Также хотелось бы отметить камеры, они здесь действительно хорошие, я не ожидал, что в Meizu M5s будут нормальные, достойные камеры. Основная на 13 Мп и получаются довольно-таки хорошие снимки. Фронталочка на 5, то есть, также претензий нет, днем все классно фоткается, можно, в принципе, делать селфи, для скайпа, понятное дело, подойдет. То есть, за 137 баксов претензий вообще нет, но это только первое впечатление. Ну и для тех, кому интересно, сколько же набирает данный у нас смартфончик в Antutu 39000, результаты не большие, у нас MTK 6753, это старенький 8-ядерный Pro, то есть, такой себе. Geekbench 4, ну что могу сказать, да, результаты слабые, но это и понятно, но главное, как он будет себя показать в жизни. Пока что нареканий нет, все работает быстро, хотя и прошивка у нас, скажем так, не глобальная, не стабильная, а чисто китайский самопал с русским языком и с Play Market. Но пока что смартфон работает адекватно, нареканий нет. В целом, мне смартфон понравился, первое впечатление положительное. Я думал, все будет намного хуже, но нет, все нормально, хотя габариты большие. Ну, честно, я думал, будет он покомпактнее, но хотя и в руке сидит хорошо, потому что он узкий, но, скажем так, длинный. Он высокий получился, но узкий. Но пока что мне все нравится, главное, чтобы эти пластиковые вставки не шумели, не хрустели и сильно он не грелся, потому что процессор, сами понимаете, старенький, MTK 6753. Да, я знаю, что оптимизация у Meizu неплохая, но все-таки, знаете, старый прос, это старый прос. Плюс у нас еще быстрая зарядка и как это все будет себя показывать на практике спустя неделю, две или месяц. Об этом, друзья, я вам подробно расскажу в полноценном обзоре. Друзья, надеюсь, данное видео вам понравилось и вы меня поддержите лайками и комментариями. Также у нас будет полноценный обзор данного смартфончика, потому что смартфон действительно очень интересный. Да, у него есть свои минусы в плане старого процессора, но все-таки это новенький смартфончик, новое мышление, новые мысли от компании Meizu. И мы посмотрим, на что способен данный смартфон. Я попользуюсь буквально одну-две недельки и у нас будет хороший полноценный обзор. Ссылочку на данный смартфон я оставлю в описании. Ну а с вами был Димон, канал Все Китай. Всем удачи, всем пока!